вода вода и железная плита ну железную плиту я легче добыть чем в аду стоп нет это не сюда вот это вот сюда поставим и вот это вот сюда вот это удалим и поставим вот сюда так теперь ты ведешь сюда а тут у нас а будет вода так замечательно стоп f f f f f f f это не получается серная кислота замечательно а здесь будет работать да работает все нормально давайте все засунем хотя нет немножко нужно себе оставить чтобы произвести еще чего-нибудь например наконец-то третью химическую лабораторию или химзавод так его еще называют серная кислота капец а если она начнет течь отсюда это будет неприятно скажем так да газа то по уменьшилась газа не так уж и много оказывается теперь стало а зачем ему железо для серной кислоты разве железо нужно ну а наш его растворяет нафиг вот так вот поставим и смотрим нужна кислота и плиты но кей тогда здесь можем вот так вот поставить вплотную кислота и разные плиты и тут мы можем вот так вот поставить 1 2 и 3 1 2 блин а вот 3 будет с этой стороны о пошли батарейки ну ладно это полуавтоматическая пока что фигня пошло дело пошло дело и сколько интересно батареек нужно 5 штук целых железо конечно на это все уходит бешеное количество такие у нас тут печечки но загрязнять мы стали чуть пожалуй нет больше а не меньше как бы вы подумали но неправильно все время думаете да никогда пара 1 не станет меньше загрязнять долбаные кусаков ские леса ниже кусаков ски нафиг нам кусаки так вот видите еще будем здесь бомбить все собирать деревья и так далее кстати а деревья то здесь пропавшие это не мы их заставили завянут думают что нет принципе нет так а это что за камень вот это вот то что сверху видите какая то непонятная хрень сухое дерево такое значит тут у нас видите как работают 5 2 к здесь 11 к и все это работает на меня ура я великий химик ну с батарейками мы потом будем разбираться сейчас нам нужно скорее разобраться с производством соляра потому что соляра к нам не хватает явно причем так сюда давайте у нас есть какая то новая броня вот этого а вот это как раз нам доступно прикольно мы сделаем одну понятно почему 1 я думаю так т что теперь будем изучать естественно теперь мы идем в эти ну вы поняли так а это что сера уголь и вода это у нас взрывчатка дальше еще мины будут но это хрень полная поэтому мы идем по пути вот это вот лазерной технологии так вот броню о броня броня скрафтилась броня у нас уже есть замечательно теперь что-то устаревшие мы засунем к остальному устаревшему вот сюда то есть так и нам нужно еще что нам нужно микросхемы направить туда где им место а именно что нам нужно вообще не помню а солярки солярки стоп давайте посмотрим солярки здесь недоступны они доступны других местах так что все нормально нам нужно вот эту штуку попробовать сделать сейчас сделаем это без проблем я думаю так это сюда будет что-то шестеренок у меня вообще много просто бешеное количество где они тут потребляются вообще вот здесь давайте засунем сюда нужно распихать эти сраные шестеренки куда-нибудь и здесь они по моему потребляются или нет да здесь они тоже а здесь уже я распихал ну и отлично так 60 60 магазинов неплохо так 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 у нас много конечно всего доступно но нам нам нужно нам нужно вот эту штуку построить попах сюда поставить разумеется бах и здесь у нас будут вот эти штуки производится это медная пластина медную пластину я думаю я сюда подведу сейчас прямо где тут мои конвейеры подземные не зря же я их поснимал стоп а сюда-то не особо и надо подводить да уж бабах и теперь здесь вот пошло дело медные пластинки у нас снабжаются сюда теперь сталь ну сталь я могу как-то сюда другим способом отправлять и моя любимая печечка конечно же она тоже должна как-то участвовать в этом чем деле вот это говно мы убираем отсюда и пусть она доплавляет сколько сможет ох как пошло дело сколько тут свободно бежит а ну я ж да я много тут пластин взял медных а как там с этими с батарейками все еще производятся 84 штуки мать вашу это ж капец как много хотя и по 5 они расходуются на каждый аккумулятор но я думаю мы сможем сделать такую подстанцию какая нам и нужно для того чтобы вообще отказаться от топлива а топлива будем использовать я даже не знаю куда как бы топлива все равно его надо куда-то использовать оно же есть по сути так удаляем теперь это удаляем это удаляем у нас появляется одна печка лишняя ставим ой какая нафиг вот эта печка не надо этой печки так очередной конвей разумеется а конвейеры они то в принципе потребляют энергию в действительности а здесь они не потребляют энергию интересно так как же это объяснено интересно такие вот чудо конвейеры так раз и теперь два и сюда замечательно у нас будет теперь еще и куча кое-чего стали так вот сюда бабах и поехали все 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 сталь теперь тоже здесь будет а в итоге то что получится мы выдаем вот сюда кстати вот эту вот штуку надо поставить скорее вот сюда вот вот так а чеш тут не производится или здесь не дают что такое почему ты не производишься что здесь за проблемы вот в чем вопрос а понял что за проблемы да 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 как же мне их решить а я знаю как вот так вот бах и все и все он даже здесь можно удалить вот это а нет нельзя да или можно и что опять за проблемы все отлично все работает но у нас соляры автоматически производятся вы представляете что это это блин фабрика автоматического производства солнечных батарей и такая в жизни если бы была хотя она по моему есть ну ладно будем считать что нету ну в общем они дорого производятся из-за того что их трудно производить а если бы можно было их также например как процессоры клепать в огромном количестве то они бы себя быстрее окупали и все бы мы пользовались солнечной энергией а так приходится ограничиваться то же самое с аккумуляторами аккумуляторы дорогие потому что их трудно производить и из-за этого электромобиль и из-за этого электромобили плохо ну то есть не развивалась электротехника в области автомобилестроения а илон маск он в общем то это вложил много средств в разработку удешевления и увеличение емкости аккумуляторов и поэтому его тесла смогла соперничать с этими с традиционными автомобилями а все остальные разработки они в принципе ему только на руку потому что самое главное что ну не ему а людям на руку потому что мы в итоге выигрываем все от того что электромобили развиваются так кстати как тут неплохо так неплохая солнечная полянка главное чтоб потом кусаки не погрызли все это добро наше капец сколько ой просто мне меня это радует фабрика солнечных батарей я бы здесь стоял и просто нифига не делал так оно и будет клянусь вашей мамой кстати вашей это такой подъем типа ну что мне нравится тут тоже спокойно себе все производится тут 530 530 всего я даже не знаю сколько здесь находится потому что тут показывает именно в каждом отсеке сколько находится того или иного ресурса а тут все еще производятся странно даже ну все сейчас должны перестать производиться так кстати насчет этого ух 39 мамку ж мою 39 аккумулятором все будут бегать и производить их на ходу в общем скоро уже эти конвейеры не смогут меня удовлетворить и придется их как нибудь менять посмотрим в принципе это будет в будущем далеко в будущем а пока что нам нужно сюда засунуть меди побольше и вообще я планирую на электричество турельки там то есть электрические по наставить уже надоело без электрические турельки ставить на патроны много ресурсов уходит конечно да они выгодны в том плане что есть в общем у них выгоды а вот вот эту вот хрень подстанцию мы поставим где-нибудь в ТУ где-нибудь где кусаки ни разу не были и не будут никогда вот где-нибудь здесь будем строить ой они будут беситься эти вот зараза вот так и вот так о господи стоп а это ж можно так сделать вот видите и так даже лучше мне кажется так хватит производить хватит 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 в базовый стационарный аккумулятор капец просто так смотрим а ну да соляры уже опять начинают приносить нам что-то таких аккумуляторов нужно просто гигантское количество поэтому на них рассчитывать особо нельзя так раз два то же самое с солярами самими где мне поля солярные делать у меня всего лишь 4 солярки за ночь произвелось это маловато если честно почему они быстрее не производятся а скоро кусаки начнут нападать так смотрим сколько производит 2 и 1 мегаватт неплохо смотрите вообще то есть они гораздо эффективнее стали вроде бы 60 киловатт ну как то мне нужно было гораздо больше солярок в прошлый раз чтобы обеспечить свою базу у меня прямо были огромнейшие поля сейчас как то поменьше давайте на все отлично как раз на 5 я не знаю пригодится ли мне но я лучше досуну сюда немножко еще а сама сера куда то еще по моему тоже применяется так смотрим заряжаются замечательно видите это полезно это полезно а вообще нам нужно еще вот эту вот штуку сделать и поставить сюда вот это вот стоп произведись давай и мы его поставим сюда потому что нельзя оставлять ресурсы на нашей базе когда мы на ней что-нибудь строим тошнадо как я умудрился поставить так стоп сюда давай вот здесь же у нас будет поле с аккумуляторами а ну-ка ну хорошо раз два чего нам еще тут нужно нам нужно солярки да солярки обязательно сейчас будем их распространять вот вот замечательно сколько тут целых поля просто ну на самом-то деле у меня было их почему-то гораздо больше сейчас я или меньше энергии потребляю или что видите то есть производство чисто на 1 и 9 мегаватт всего лишь у меня потребляется это довольно таки странно странно очень даже странно стоп а здесь еще добывается 0 3 0 3 в секунду еще есть нефть офигеть просто ну блин когда она уже закончится мне хотелось бы уже чтобы она закончилась чтобы новое месторождение себе взять потому что здесь уже смотрите маловато остается газа как-то батарейки из газа делать очень накладно стоп а сера стоп а сера скоро начнут разряжаться кстати когда они разряжаются это еще то зрелище прикольное такое и когда заряжаются кстати тоже нет но здесь я не буду строить я лучше здесь построить так замечательно просто замечательно что заряжается заряжается ну тут то 3 мегаватта в принципе по любому нужен буфер для того чтобы этими башенками пользоваться электрическими как вы видите также будем улучшать их именно лазерные турели улучшать очень рекомендую потому что это очень эффективно да и к тому же они вначале по моему слабенькие так стоп нет убираем или да да все таки вот так в общем все не так плохо как вы думали как то есть как вы думаете все гораздо гораздо хуже так стоп а ну ка если вот так поставить вот так и еще там одну можно было влепить прикольно но они не разряжаются потому что у нас есть чем снабжать ночью энергией наши всякие прибамбасы то есть у нас есть вот эти вот все энергетические прибамбасы но я просто перекрою к ним доступ когда у нас будет достаточно для проживания скажем так то есть я отсоединю вот этот вот агрегат от своей энергетической системы в будущем когда перейду полностью на солярки кстати можно здесь солярок понаставить было бы ну мы еще этим займемся еще успеем так сюда а ну-ка о 2,7 2,8 повышается это уменьшается сколько тут у нас солярок произвелось 2 всего лишь ну как так вроде всего хватает говно какое-то зато автоматически как то уже у нас ничего не хватает стоп а чего у нас дерево у нас как раз таки хватает вот у нас меди не хватает и сейчас мы за ней пойдем так медь медюшка нужны ли нам еще батарейки вот чем вопрос возможно нужны давайте тогда их получим о замечательно ну вот эти конечно покруче будут но для них нужна сталь а здесь только дерево нужно поэтому и я выбираю эти по моему раньше рецепт был другой иначе я не понимаю зачем бы я их делал то есть я раньше другими пользовался ну то есть когда их изобретал более продвинутыми а сейчас смотрю там сталь требуется это отстой просто